Американо-китайское совместное предприятие Saig GM полностью переосмыслило модель Buick Century. Машины с таким названием Buick начал выпускать 86 лет назад, но никогда прежде Century не был минивэном. А теперь будет. Во всяком случае, в Китае, где эти машины станут выпускать. Заметим, что в отличие от западного мира, в Поднебесной однообъёмники переживают ренессанс и считаются престижным транспортом для езды с шофёром. Неудивительно, что китайский Buick проникнут локальными культурными кодами. Достаточно сказать, что в узоре фальшрадиаторной решётки угадываются формы традиционных китайских карнизов. Пассажирский салон оснащён креслами-атаманками и множеством настроек, которые выведены на отдельный монитор с неплохой графикой. Над пассажирами потолок с подсветкой «Звёздное небо», а в самой богатой версии салон вообще четырёхместный. Причём водительскую зону отделяет стенка, в которую встроен огромный дисплей. Перед водителем тоже огромный монитор диагональю 30 дюймов, который совмещает функции приборной панели, мультимедийной системы и центры управления всеми вспомогательными функциями. Аналоговых клавиш в салоне практически не осталось. Силовая установка пока одна. Она включает двухлитровый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил с 48-вольтовым стартер-генератором и девятиступенчатый автомат. Привод может быть исключительно передним. Ещё более интересную новинку в жанре очень больших минивэнов представила компания «Джили», а точнее её дочерний бренд «Зикр». Внешность машины, пожалуй, ещё более необычна, но при этом хорошо продумана с инженерной точки зрения. Коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,27. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. По кругу установлены пневмоэлементы. Силовая установка электрическая, ведь машина построена на общей с «Вольво» модульной платформе CEA. Два электромотора суммарно развивают более 500 сил. Основной привод — задний, а передний подключается при необходимости. Разгон до 100 км в час занимает убедительные 4,5 секунды, но куда интереснее заявленная производителем автономность. Больше 700 км без подзарядки в оптимистичном китайском цикле CLTC. Более того, заявлена версия с ёмким 140 кВт аккумулятором, дальность хода которой увеличена ещё на сотню километров. Под занавес надо отметить, что Китай в последнее время стал нам значительно ближе, чем раньше. Поставки Zikra клиентам в Поднебесной намечены на январь, но в интернете уже предлагают заказать Zikra 009 в России примерно за 6,5 млн рублей. Вполне вероятно, что и Buick Century рано или поздно покажется на российских дорогах.